В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вернуты льготы диабетикам. Наш город посетили представители регионального министерства здравоохранения. Молодые избиратели. Саровские школьники приняли участие в деловой гео. Улетный папа. В молодежном центре пройдет ежегодный семейный конкурс. Далее расскажем обо всем подробно. Вернуты льготы диабетикам. Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Чекурова посетила наш город с рабочим визитом. На повестке дня вопрос о мерах поддержки инсулинозависимых саровчан. Эта тема особенно актуальна после приостановки программы предоставления денежной компенсации на приобретение тест-полосок и расходных материалов для больных с сахарным диабетом. Эти выплаты до середины февраля получали 200 саровчан. Отмена компенсации на приобретение тест-полосок и расходных материалов для больных с сахарным диабетом связана с 232-м постановлением правительства России, которое существенно ограничило полномочия города в области финансовой поддержки социальных программ. Это не значит, что вот это постановление не будет работать, деньги нам будут выделяться, но они в основном будут направлены на другие вещи, связанные с инфраструктурными решениями по городу и так далее. Меры поддержки инсулинозависимых в первую очередь были рассчитаны на детей. В прошлом году по программе финансирования больным с сахарным диабетом было выплачено более 2,5 миллионов рублей в качестве компенсации расходов на приобретение тест-полосок. Порядка 800 тысяч на расходные материалы, а также более 3 миллионов на одноразовые иглы. Нам было указано, что мы превышаем свои полномочия в данном вопросе, так как не имеем данных полномочий в социальной сфере. Мы взяли тайм-аут, то есть мы не отменили эту программу, ищем какие-то варианты. Но пока на данный момент мы понимаем, что это социально важная программа, но на данный момент к тому, что было, возврата нет. Ищем другие варианты. Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава Нижегородской области Наталья Очикурова пояснила, что начиная с 6 марта для инсулинозависимых саровчан будет работать схема – пациент, врач, рецепт, аптека. То есть больные с сахарным диабетом будут получать не денежную компенсацию, как это было ранее, а непосредственно препараты и расходные материалы через клиническую больницу. Чтобы было у всех понимание, механизм будет такой. Пациент, как и раньше, приходит к лечащему врачу, лечащий врач выписывает рецепт на необходимое медицинское изделие. И дальше уже с этим рецептом пациент идет в аптеку, куда он всегда ходит за получением бесплатных лекарственных препаратов для получения расходных материалов. Нам нужно сделать определенные расчеты для того, чтобы заложить это и в закупку, и в процесс доставки, для того, чтобы уже необходимое количество нуждающиеся получили. Поддержка этой категории сыровчан со стороны регионального Минздрава будет осуществляться в рамках территориальной программы государственных гарантий. Тест-полоски и расходный материал, которые инсулинозависимые будут получать по рецептам от врача, будут преимущественно отечественного производителя. У нас есть ряд детишек, которым вы помогали, у которых установлена определенная модель помпы, и именно к этой помпе подходят только определенные модели тест-полосок. Что касается тест-полосок, здесь мы уже действуем в рамках общих норм, в том числе 44-й федеральный закон, где распространяется требование о недопущении дискриминации отечественных производителей. Если по каким-либо причинам у больного возникнет дефицит тест-полосок и расходников для инсулиновых дозаторов, средства на это будут изыскиваться из резервного фонда, и пациент будет получать частичную компенсацию понесенных расходов. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 40. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Реальная возможность улучшить жилищные условия. В администрации вручили государственный сертификат по федеральной целевой программе переезда из ЗАТО еще одному жителю города. Новшеством этого года стала отмена бланка в ГЖС. Теперь сертификат печатается на обычном листе формата А4. Предъявить сертификат в банк нужно не позднее полугода со дня вручения. Программа по поддержке граждан по улучшению жилищных условий работает в нашем городе уже три года. В этом году государственный жилищный сертификат почти на полтора миллиона рублей получила саровчанка Тамара Гусева. Сейчас у нее есть реальная возможность по ее выбору на территории Российской Федерации приобрести жилье, исходя из суммы. Объясненный секрет. Тольятти. Тольятти. Ну тогда удачи. Комитет по управлению муниципальным имуществом напоминает, что граждане, выезжающие из Сарова на постоянное место жительства, имеют право на получение субсидий на приобретение и строительство жилья. При этом нужно соблюсти несколько условий. Одно из них – не менее 15 лет стаж работы в муниципальных, региональных или государственных учреждениях. Есть еще определенное условие, что если есть жилье на территории города Сарова, оно подлежит сдаче в муниципалитет. Вот как у Валентины Прокофьевны, она будет сдавать комнату в общежитии. Ну и одно из существенных условий, чтобы не было иных жилых помещений на территории Российской Федерации и не было умышленных улучшений по их отчуждению за последние пять лет. За время действия программы в Сарове ей воспользовались три человека. Более подробную информацию можно узнать по телефону 9 90 57. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В Сарове идет подготовка к сезону ремонта дорог. Дорожно-эксплуатационное предприятие приступило к устранению ям при помощи рециклера и асфальтной смеси. Эти меры временные и помогут поддержать проезжую часть в нормальном состоянии до наступления лета, когда можно будет провести полноценный ремонт. Сообщить о ямах на дорогах можно на портале «Умный Саров», а также по горячей линии дорожно-эксплуатационного предприятия 9 93 39. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 апреля детей в школах будут кормить на платной основе. Как объяснили в городской администрации, такова позиция федеральных органов власти. В прошлом году правительство России приняло постановление, которое существенно ограничило возможности муниципалитетов в сфере социальной поддержки. В то же время дети из многодетных и малоимущих семей продолжат получать социальные выплаты на питание по линии управления социальной защиты населения. Жителям Нижегородской области предложили составить наказы для министра строительства региона, который будет выбран в ходе открытого конкурса. Свои предложения граждане могут оставлять на официальном портале команды правительства. На основе этих пожеланий экспертная комиссия составит перечень заданий для будущего главы Минстроя. И в ходе финальной стадии отбора каждый из кандидатов должен будет предложить свои способы решения актуальных для нижегородцев проблем. Соропчан приглашают на бесплатное занятие Пухатха-юги для новичков. Оно пройдет в понедельник 11 марта в по трибунном помещении стадиона Икар. Начало в 18 часов. Предварительная запись по телефону 9-93-64. Выбор за тобой. Под таким девизом в МБЦ прошла интерактивная игра, посвященная Дню молодого избирателя и 95-летие первой Конституции Советского Союза. Участниками стали старшеклассники 13-й школы. Организаторы в игровой форме познакомили школьников с основными положениями избирательного права. Подробности в следующем репортаже. Высказывание известных политиков прошлого. История выборов, избирательная лингвистика. Чем грозит неявка на выборы гражданам различных стран? На эти и многие другие вопросы искали ответы ученики 10-х и 11-х классов 13-й школы. Вопросы были очень интересные, связанные с избирательной системой разных государств. Я думаю, что это очень интересно и познавательно. С приветственным словом к юным участникам турнира и будущим избирателям обратился заместитель председателя Городской думы Антон Ульянов. Он рассказал ребятам о том, как устроено государство и почему важно отставить свою гражданскую позицию. Когда люди высказывают свою позицию, когда они, может быть, зовут за собой других людей поддержать эту позицию, можно действительно принять решения, которые могут быть совершенно неожиданными, но они всегда будут в интересах народа, потому что это народ, люди высказывают свою позицию. Затем ребята погрузились в мир политики. И хотя им еще не скоро предстоит реализовать свое избирательное право, они должны быть теоретически подкованы и готовы сделать осознанный выбор. Тем самым повлияв на будущее родного города, области и даже страны. Политика – это не только же дебаты или участие в парламентских заседаниях или еще в чем-то. Это же жизнь, которая происходит вокруг нас. Очередной интерактивный турнир был посвящен Дню молодого избирателя и юбилею Первой Конституции СССР. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Собрать ненужные крышки от пластиковых бутылок. Сдать их на переработку, а вырученные средства направить на добрые дела. Второй год подряд ученики и педагоги из 14-й школы проводят благотворительную акцию «Добрые крышечки». В результате неравнодушные ребята и взрослые не только спасают окружающую среду, но и помогают детям в трудной жизненной ситуации. Вика Ладина подключилась к благотворительной экологической акции «Добрые крышечки» еще в прошлом году. Увидев, сколько в итоге собрали пластика для вторичной переработки, ребята решили, надо организовать дополнительные пункты приема. Вот на автомойке на плотине мы уже договорились, там есть пункт приема крышечек. Сейчас договариваемся о пунктах приема в магазинах, чтобы людям было проще сдавать крышечки, потому что проще собрать, выйти и как раз магазин рядом ты сдал. В этом году к акции присоединились не только ученики 14-й школы. Желание сделать город чуть чище и при этом помочь детям в трудной жизненной ситуации от школьников передалось и их семьям. Всей семьей, конечно, прямо и мама, и папа, и бабушки, все собираем, и друзья у меня, все копим, все приносим, все собираем. Как объяснила нам Анна Хрусталева, учитель биологии 14-й школы, схема отправки собранного пластика на переработку понятна, а главное, есть уже договоренности с заводом на территории России, который будет этим заниматься. Когда крышечки будут собраны, мы бутылочки эти все наши красивые, разноцветные, повезем на центральный пункт сбора в город Тверь. Там мы сдадим его, все крышечки сдадим, и денег мы никаких не получим. Сразу, то есть на завод, завод перечисляет денежки сразу в фонд. То есть для нас это чисто благотворительная акция. Как утверждают участники организации акции, собирать и отправлять на переработку пластиковые крышки от бутылок может кто угодно, это не занимает много времени и сил. Принимают пластиковые крышки в 14-й школе почти круглый год, а ближайшая дата отправки на переработку собранного вторсырья намечена на конец марта. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Молодежный центр объявил о начале приема заявок на городской конкурс «Улетный папа». Принять участие в нем могут все мужчины, которые активно занимаются воспитанием детей. Конкурс призван показать, насколько велика роль отца в семье. Заявки на участие принимают до 31 марта. Имя лучшего папы города определится 12 апреля. Отец – это не только глава семейства, это друг, защитник и наставник для своих детей. Чтобы показать значимость его роли, молодежный центр в очередной раз организует конкурс для лучших пап нашего города. В этом году участникам предстоит преодолеть четыре испытания. Для начала нужно представить визитку и назвать пять причин стать настоящим отцом. Дальше у нас идет сказочная галактика. Это когда семья должна выбрать какую-то, либо известную сказку, либо свою историю сочинить и показать ее на сцене. Будет у нас музыкальный космодром, это третья номинация. И конкурс будет заключаться в следующем. Нужно будет показать знания песен о космосе, о небе. Последнее испытание называется «Звездный папа». Участники должны будут представить себя в роли актера или ведущего и провести игру с залом, заставить зрителей хлопать и танцевать. В этот раз организаторы решили не ограничивать возраст пап. Главное, чтобы одному из родителей было меньше 35 лет. Многие папы, когда высказывали желание поучаствовать в предыдущих конкурсах, были обижены тем, что вот, ну а как же, вот, если мне 37 лет, что ж я не молодой папа, если у меня там ребенок в детском саду. Поэтому мы решили немножко расширить возрастные рамки в этом году. Прием заявок уже начался. Их можно присылать на электронную почту «Зламина собака МЦ Дефис Саров.ру». Подробности по телефону 9-9108. Также в июне Молодежный Центр проведет конкурс фотографий «Радость отцовства». Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Служба новостей Саров, 24. Народные гуляния, танцы, песни и, конечно, главное лакомство – блины. Масленица – один из самых шумных и любимых праздников России. По традиции, проводы зимы в нашем городе проходят сразу на нескольких площадках. Сотрудники Центра развития культуры и искусства подготовили для горожан интересную интерактивную программу. Приготовить и поесть блинов, покататься на каруселях и принять участие в народных потехах можно будет уже в это воскресенье в парке имени Зернова. Там пройдет большой праздник, посвященный проводам зимы. В этот день с 12 часов на гостей парка будут ждать творческие площадки с забавами на свежем воздухе. Праздничная площадь по традиции у нас будет на месте бывшего аттракциона «Веселые горки», где будет работать масленичная ярмарка с угощениями. В этом году организаторы праздника приготовили для гостей сюрприз. Все дети и взрослые своими руками смогут приготовить цветные блины. Мы будем печь цветные блины, пробовать их с различными начинками и угощаться ароматным травяным чаем. Также особенностью этой площадки в этом году становится то, что главное лакомство масленицы мы будем готовить необычным способом. Попробуем приготовить его на пеньках. Помимо этого, всех гостей парка ждут выступлений вокальных и танцевальных коллективов. Также на центральной аллее парка развернется выставка работы рукодельницы из города мастеров. А еще все желающие смогут поучаствовать в традиционном мастер-классе. Мы будем делать маленькое чучело масленицы, маслену, которую можно унести будет с собой домой. А лучше ее оставить в парке, принести к чучелу большому масленице, для того, чтобы она сгорела вместе с ним. Масленичные гуляния в парке начнутся 10 марта в 12 часов дня. А в 16 часов здесь сожгут чучело масленицы. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, СОРУ-24. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте СОРУ-24.ру. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова